В Днепре почти четыре десятка семей борются за свои квартиры. Люди вложили по полмиллиона в строительство дома по госпрограмме «Доступное жилье». Согласно ей, государство из бюджета оплачивает треть стоимости. Остальную сумму люди выплачивают в рассрочку. Казалось бы, хорошее условие, но из-за недобросовестности с чиновников молодые семьи вынуждены скитаться по чужим углам. Ситуацией разбиралась Елена Миндалюк. В эту пятиэтажку в поселке Опытные молодые семьи должны были вселиться еще в 2015 году. Они стали участниками госпрограммы «Доступное жилье». Говорят, дом под документом введен в эксплуатацию. На самом же деле в квартирах нет ни газа, ни воды, ни света. Мы прокредитовались в молодежном фонде еще в 2012 году. Еще у нас только был новорожденный младший сын. Ему уже идти в школу в следующем году. Мы платим исправно кредит на протяжении всех этих лет. И вот в этих стенах мы должны уже жить были. Был определенный какой-то договорняк, я не знаю, его не могу обвинять, но был какой-то определенный договорняк с газом или с кем. В вводе дома в эксплуатацию, по сути, незаконно, подтвержденная эта декларация. В декларации о вводе дома в эксплуатацию четко прописано. Подведены все коммуникации. Вода, газ, свет, отопление, мусоропровод и даже запущен лифт. Хотя он в этом доме не предусмотрен. Каждый лист заверен тогдашним директором Днепропетровского регионального управления Госфонда содействия молодежного жилищного строительства Анатолием Шендриком. Сейчас чиновник заместитель правления и от своей подписи отказывается. Мол, ее подделали. Но вот сам Николай Раевский уверяет, к этим документам никакого отношения не имеет. Из фонда уже уволился и сразу пошел в суд. Хотел привлечь к ответственности бывшее руководство. И, к слову, он тоже владелец квартиры в этом доме. Квартир было незаконно продано в частные руки людям, которые не имели на это права. Но, опять же, вернусь, наша милиция не нашла состава преступления в данных деяниях как фонда, так и застройщика. Квартиры в этой пятиэтажке обошлись каждой семье в полмиллиона гривен. Многие из владельцев до сих пор выплачивают рассрочку за свои квадратные метры. Но, как они уверяют, теперь от них фонд снова требует деньги за подведение коммуникации. В самом фонде такие проволочки объясняют просто. Коммуникации не подведены из-за бесконечных судов. Самый быстрый вопрос, который на стадии разрешения, это вопрос подключения света. Решение вопроса по газу это в плоскости недельного временного промежутка. А вот с отоплением и водой сложнее. Тут сроков не называют. Люди очередным обещаниям фонда не верят. Собирая документы для подачи иска в суд, будут обжаловать введение дома в эксплуатацию. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр.